Музыка 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 Ну, если мы говорим о магазине, то вообще у нас сушка до завода. Ну, вы знаете, у нас в Сибири не очень нашли рынок. Тоже мне сейчас оказалось, что вся машина была способна 9-этажный большой дом сразу отключить. Ну, потом стали смотреть, если ты говоришь, что покинут его почти. И бывает, сразу как лекарство, залпом или еще, и вроде там. И вот стали, как, стали, как там, честно, были такие промышленности. Ну, тоже были промышленности. И очень надо. Знают, как обогреть, как костры разведут. В общем, как-то не начали, вот, молодые. В общем, это не хватило. Сейчас, говорю, здесь у вас. Мы выпускаем объекты. Мы работаем. Мы работаем. Проекты. Даже с национального стола. Проекты. Полосами увеличаются. По-другому. 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 Для того, чтобы не было. Здесь, по-другому. По-другому. Здесь, по-другому. Мы позиционируем сюда. А то, вы позиционируете здесь, как МЧС. А вам нужно, как МЧС. Ну, мы же здесь. Есть замена. Да, да. Здесь же мы идем, как альтернативная. А это именно альтернативная энергетика. Вот тогда мы в последнем. Извините. Разрабно. Попробуем. Тут могут быть государства. Территория голая. Все. Ну, я рад вас приветствовать на стенде докрестного дважды, и даже в конокрестном дважды, наверное, с сохранением, навечно проймением знания Минсенса, комитета обороны завода Юлия Баранова, который, несчастный день, уже начинает по-новому развиваться. Главным нашим козырем было и остается держать давление в великолепных аппаратах первую половую направленность на оборудовательную страну, район АТ-23, когда имеют 22 длины, наверное, 21 длины, с малюсом 24 длины, и в 2015 году мы поделим по своей вручную планету, чтобы посередине, которые были давлены действиями, а по ей, не вручную степень, а по ей действиям на сахар, для отличиям, на сахар, для обучениям, на сахар. Значит, по программе импортно-смещения, которая в свое время получила лодrone в результате с информацией, а по 21 длины… Значит, после этого находились к оперенции с Украиной, плаву-ились, л helped you. К 것처럼 называют в будущем. Германа Геннадий в России и Alcohol, которая была наиболее и кое-коре не проявила, к этому место на дно. donde рождение T-23 совсем не проявилось. Правда, мы выйдем в Лайфе, где-то мог выйти, там все вычислить. Может быть, это подходит у нас, но, поскольку будет 10 определенных вывозчиков. Да, это все. Будет переговоры. В Украине. Потребовские объекты значительные. Мы сегодня в одном из основательных заказов в Лайфе старшего года. Это были старые времена. Это были серийные производства, а не единственные. Кроме того, на ЧЗО допускается благодать, что было готово на Дейл 5, который отложил человека Медовгин. Зато он был в Биле, значит, спускал в свой век наблили к турбинанский акселистер. Там был бы там, с ним было бы, но мы разговаривали все Человек оборотов строить не смог, хотя учился до такого настроения. Ушел аквилиция. Всего subir мое все век. Сюрнешний день, поскольку и заказчик не тратит по парамет negative законам, кто злойик за переговорами, за хвост газа. Значит, шесть омских предприятий, то есть всю агрегатную часть практически делает МОБАРАГО. Всю агрегатную часть делает ОМАШКБ Штринберг. Все вот эти навесные агрегаты делают. Значит, часть делает высокие технологии, на поседине которого уже, наверное, будет. И часть делает валют. Значит, еще по мелочи, то есть кооперации двигателей омских предприятий достигают порядка 80%. И вот этот двигатель, мы уже считаем его родным, и будет, наверное, в дальнейшем большим хлебом, и от всего нашего промышленного потенциала. Когда мы говорим, мы можем сказать, что там пластик, вот, в мере, в ЯКС-30. Яркий пример этого пластик. Компетация, потом действие, статистическая доброта, и, как мы думаем, в ЯКС-30. Это великолепный металл, пострадавший. Так. В ЯКС-30 не выложили. Ну, здесь, наверное, понимать, ясно, это самолет, чем на боевой, чем на самолет, для архивы, начальника. И, думаю, на этого ремонта, не тягу, на мусорке, на мусорке, на мусорке, но все на запрещение четко. Для такого самолета, чем на мусорке, тут очень много, опять же, указано, как стандартный самолет-блак, а4-смолет-блак. Значит, поезды на гоноскоп боевой, допустим, в более 4-х боевых англосок. Это и бомбы, и ракеты, и все остальное. То есть, в случае, не знаю, как чекой, у нас вполне есть, для боевой стрелы. И тут разработаны марсажные варианты. Как только поставили на этот самолет марсажный вариант, не СУ-30, не СУ-22-7, не СУ-30, не СУ-35, и пока его не догонят. Это тот самолет. Как только вы говорите, что вы говорите? Нет. У нас есть договоренность с учетом прогресса, с учетом региона, и начинался разрабатывать все свое время. Как и прочее, мы, конечно, здесь не случайно, даже больше. Но сама разработка была за ракеты, но все эти длительные, которые дали чистое, что это строится, именно разработка. Они и девочки не растут. Заботы в основном нет, но Заветовской комплект, уже приступили, и в основном, уже очень много техники, мне возможности, просто не будет. В основном, двадцать, 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 двадцать. Ну, двадцать, меня как раз и управляют в Москву, в Кормильце, с завода, и то же самое, города Омска. Одиннадцать вылетели, а Л-21, я самолет СУ-24, который мы с вами знаем, является практически единственным самолетом, который выполняет задачу, в Кормильце. Недавно мы отправили десять кредитов для наших сирийских людей, как только события начали развиваться в Кормильце, но, значит, нас попросили в Кормильце, и в Кормильце. На сегодняшний день во-первых, по ремонту, к сожалению, в Кормильце, в Кормильце, но ремонт, мы делаем порядка с месяца, обеспечиваем практически новые, поскольку ставят новые апрекаты, в Кормильце, обеспечиваем ресурсы, ресурсы, в Кормильце, порядка 1800ч, и мы ему даем медрый ремонт, а, кстати, еще 500ч. это дешевле, чем делают новые апрекаты, но это хлеб, который будет со мной позволять. Здесь так же, участок, рядов в Меден Tackle предприятий, поэтому кластеры авиационные, в Кормильце. Продолжение следует... 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 Я уверен, что наш совет сегодня станет эффективной площадкой для анализа регионального опыта по повышению уровня жизни населения. И хотелось бы сегодня пожелать всем участникам конструктивной плодоходной работы добрых впечатлений от пребывания на Органской земле. И надеюсь, что принятые решения здесь помогут нам успешно предварять жизнь и задуманные нами планы на главе всех с греком нашего родного Сибирского региона. Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Я хочу предоставить слово Владимиру Сеевичу Мармановску, председателю законодательского собрания Омской области и председателю Сибирского соглашения. Владимир Сеевич, пожалуйста, Владимиру Сеевичу. Уважаемый Виктор Иванович, уважаемые коллеги присутствующие, мне было высокая честь сегодня поздравить себя от нас от имени Сибирского соглашения. И я современно в законодательном собрании Омской области. Сегодня на обсуждение вынесет очень поздравленный вопрос. И старожил Виктор Иванович, особенно, помнит, в каких мухах рождалась эта стратегия развития Сибири до 2020 года. И вот уже три года практически эта стратегия у нас работает. В общем-то, это многострадальный документ. И, как известно, основное значение этого проекта состоит в резком ускорении темпов социально-экономического развития и осуществлении структурной перестройки экономики. Безусловно, непременным условием является взаимодействие всех уровней и всех ветвей власти, и комплексное системное и синхронное взаимодействие государства, бизнеса, общества, на принципах государственного частного партнерства, реализации ключевых инвестиционных проектов. Конечно, эта проблема многосложная, но без правового сопровождения нам будет очень трудно дальше двигаться к реализации нашего проекта. И я хотел бы привести один пример, что нам мешает. В целях благоприятного инвестиционного климата законодательное собрание в области приняло один закон, который поддерживал конкретные инвестиционные проекты. В конечном итоге мы получили судебное разбирательство, многосложную работу суда с антимонопольным комитетом. Конечно, мы выиграли этот суд в Верховном суде в арбитраже. Но самое главное, что получается, что от таких поданий теряется авторитет власти и, безусловно, отношение инвесторов к нам несколько становится иных. Поэтому особо обратил внимание на то, что требования надзорных органов, субъектов, опираться в законотворчестве только на положение федеральных законов, выводят из нашей законотворческой деятельности достаточно широкие конституционные возможности, статьи Крест-73. Об этом мы буквально на прошлой неделе ввели разговор о президиуме Совета законодателей в Москве. В результате несогласований законодательного процесса, серьезных недостатков в качестве закона, возникает опасная тенденция к формированию прецедентного права. И, конечно же, мы считаем, что это право, оно чуждо самой природе российского законодательства. Модернизация экономики страны обеспечивается уровнем использования высоких технологий, промышленных систем, связей и транспорта. И это главный фактор, определяющий повышение конкурентоспособности гражданской и военной продукции. Сегодня у нас проводится уже 13-я выставка ВПЦВ-2013. Я думаю, что она станет следующим шагом в осуществлении наших уже практических шагов. Рассмотрение поставленных вопросов позволит глубже взглянуть, как идет выполнение главной стратегической цели, обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения, на основе сбалансированной социально-экономической системы нового типа. Прошедшее время позволяет понять, что не получается, какие нужно нести коррективы, на чем сконцентрировать усилия. Обмен мнения опытом решения тех или иных проблем, безусловно, будет полезен всем нам. А задачи, поставленные полномочью представителям президента, помогут сконцентрировать внимание на главных лицах. Я желаю всем полезного и очень приятного предпровождения здесь, на Омской земле. Спасибо. Спасибо, Владимир Алексеевич. Коллеги, перейдем к рассмотрению повестки дня. Нам вам известно, сразу хочу сказать, что намечали еще один вопрос. В повестке дня была договорена с министром финансов Российской Федерации, Антону Георгиевичу Максимову, что он поработает с нами сегодня по рассмотрению задач бюджетной политики в регионах, проблемы сбалансированности бюджетов, понятные задачи по обновлению и совершенству бюджетной политики на следующий бюджетный период. Но по разным причинам так сложилось, что Тургеновичу просил провести это совещание через три недели, в районе 15-го числа. Мы проведем такое совещание, я вам его специально сообщу. Я подробно докладываю на ситуацию соединенных бюджетов нашего бюджета. Время государства месяц назад по царской встрече и так, если вы поручили министр финансов, есть понимание, что мы должны в любом случае снять в ситуации неопределенность подгоровать бюджетную политику, точно понимать, что будет делать с федеральным политикам, и какие средства регионов получатся с федеральным бюджетом, какие ресурсы предстоит нам дополнительно организовать для перейти на структурное обновление нашей бюджетной политики и совершенствования расходам бюджета. В общем, считаю, что эти задачи очень важны. Все, без исключения регионы, я думаю, будет очень непросто завершать текущий финансовый год, одновременно вы сейчас формируете и бюджеты 14-го и ближайшие 3-х лет. Поэтому вот этот вопрос мы сегодня вынуждены были снять, но буквально в ближайшее время в этом месяце еще постараемся до принятия регионального бюджета подробно рассматривать. Также таким фазовым вопросам сегодняшнего заседания нам хотелось рассмотреть проблему реализации стратегии развития Сибири с таких позиций, что нам нужно изменить в механизмах стратегического планирования, разработке общероссийских и региональных программ развития, чтобы эффективнее использовать те возможности, те преимущества, снижать негативные влияния ограничений, которые есть в Сибири. В общем, опираясь на стратегию, делать более эффективным, конкретным нашу прогноз, выкладывая и всю правую, что вы прогнете. Совершенно очевидно, что по многим направлениям принятия стратегии экономики, дополнительный путь развития, я особо рад за три наших восточных регионов, регионов, все-таки из Абриканских краев, Грязь и Курской области стали теми территориями, теми регионами, где активно, насыщенно формироваться и действовать различные федеральные программы развития инфраструктуры, по развитию промышленно-производственного, ресурсного потенциала, социального потенциала этих регионов. В то же время, думаю, по многим направлениям развития у нас скорее чувствует их удовлетворенности, чем понимание того, что мы нашли новые подходы, новые решения. При этом мне не хочется просто переписывать стратегии, переписывать консультальные документы, я уверен, что там все достаточно точно и объективно, и проанализировано, и оценено, и выделены приоритетные направления развития, описаны механизмы этого развития, но очевидность необходимости принятия дополнительных планов управляющих действий для меня совершенно очевидна. Поэтому, считаю, очень важно на рассмотрение этого вопроса, потом на этой основе принятие целого ряда организационных решений и документов, поэтому здесь призываю докладчиков и участников заседания быть максимально конкретными в своих предложениях, что нам нужно изменить в управленческих подходах, механизмах, чтобы развитие регионов, инвестиционных процессов в регионах активизировалось. Здесь мы имеем очевидное замедление, здесь мы имеем низкую инвестиционную активность, нам необходимо будет ее преодолевать, и для восточных регионов, для Сибири, любое замедление инвестиционного процесса несет в себе и серьезные социальные последствия, нам сложнее закреплять население, нам труднее держать большие территории. То есть, если какие-то макрорегионы могут в условиях замедления инвестиционного процесса достаточно стабильно осуществлять свою жизнедеятельность, то для нас эти последствия могут быть весьма существенными. Вот почему я акцентирую внимание на сложности и важности этой предприятий. Есть повестки дня, достаточно традиционные для нашей работы вопросы, анализу наркоситуации в наших регионах, и здесь, как говорится, комитета, некоторых, короче, воно просылку, кандидата, мы слава признаем, что регионы Сибири активно отвлекаются на эту проблематику, но, тем не менее, нам нужно дальше развивать эту работу. Есть повестки дня на вопрос о выполнении наших рекомендаций, наших решений по подготовке к реализации 44-го закона в контрактной системе. Есть вопрос, связанный с реализацией указа президента Российской Федерации о проведении Российской Федерации года культуры. Мы рассмотрим специальный вопрос подготовки к листовке в Сочи в период проведения Олимпиады. Ну, в общем, как всегда, есть насыщенная повестка и празднов. Повестки у меня у вас имеются. Если нет возрождения, я прошу проголосовать за то, чтобы нам поработать по предназначению повестки дня. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Подески дня принимается. Все равно. С вами тоже действовать можно. У нас несколько докладов по первому вопросу. Это займет достаточно время. Есть просьба в выступлениях, обсуждениях. Ограничивается пятью, ну, в общем, семью минутами. Я хочу предоставить слово Александру Ильичу Асиеву, председателю Сибирского федерации Российской Академии. Уважаемые коллеги, один вопрос. Это, вообще говоря, является практическим коробством действия. Я хорошо помню на базовые цифры. Колеса инновационной технологии у нас в мире, я буду вырасти. У нас в мире должно врасти количество предприятий инновационных. И у нас в полном области отдача инноваций в материальном выражении. Я думаю, что то, что мы сегодня видели на выставке, показывает, что действия достижительные, есть люди, и самы. И особенно приятно отметить те результаты о природного характера, где участвуют наши институты. В частности, у нас была фирма «Митран», которая занимает свои системы медиапубликации, связи, что выполняет крупные, государственные заказы, в том числе оборудованного характера. И оборудованная связь с тем, что там используют самые гипотезы, которые выполняют. То есть, это в Сибирском отделении. И на этих примерах достаточно много. Я хотел бы много информации о том, что в Сибирском отделении, который здесь работает. Потому что этот центр, вообще говоря, так очень трудно, создавался на новом среднем мире, насколько в советское время, что дворцы были упущены. В 90-е годы у них практически нет. Но тем не менее, здесь создан современный ТОО-60, хорошо оборудован. И, значит, он укреплен, который, ну, имея, по крайней мере, вот, закону о реформе Рады, имел достаточно джекотинансирование. Мы добились того, что сотрудники центра получили квартиры жилого фонда Министерства регионального развития, за что мы очень много дали. Министерством сюда пошла была Леша. И вот среди крупных населения, которые тоже здесь были, вот так выставки, это то, что касается новых публированных публированных, которые используются для оборудования задачи, для техники, различных набитов, фонсбиссий, и реактивных, вот, просеяния с помощью его взрослых публированных. С помощью результатов по фармацевтике, медицине, для вот здесь технологий, то есть здесь появились такие инновационные технологии в медицине, в частности, по очистке различных субстанций, ревновательных, кровь и так далее. То есть здесь пошло в требованиях хорошее развитие. Ну и вот такая же работа была в медицине, в медицине, в области, я не имею в виду, среди тех центров, которые появились недавно. У нас поставленный фонд у всех хороших центров на Сибирское отделение. У нас есть новый пилит в Алтайском крае, потому что там очень серьезное значение имеет развитие современных биотехнологий, методов и в инженерии, для того, чтобы повысить отдачу промышленно-фондуса, жизненно-фазного алтайского края. Там есть очень интересное направление, связанное с фармацевтикой, за которым тоже прошли перспективы с новыми медицинскими технологиями. Но кроме того, очень успешно развивается у нас такие вот комплексы, которые связаны с отделом ведущих предприятия порога, хорошее снисм и потенциалами. Вот такого рода программы, у нас есть как раз, ну, регионов Сибирского федерального округа, они двигаются с разной скорости, но тем не менее, вот Валерий Владимирович говорил, что вот эта уникальная ситуация, когда создан фактически научно-надозреватели инновационных центров всех из Сибири, ну, по-моему, в Западной Сибири, то есть, в том, что Новосибирск сейчас применяют те мировые настоярства, я думаю, нарушение и по-другому, и то, что и в общей, о чем я уже говорил, это создаёт принципиально новую ситуацию, является таким конкурентным, по-другому сибирскому региону, и вот я присоединяюсь к тому предложению, о котором говорил, благородившись, что воплотить официальная, федеральная и целевая программа, ну, безусловно, регионального сферта, которая в полной мере использована в том, что сделано в этой области, в том, как и в Новосибирске, а парк и технические зоны, в Томске, вообще, говорю, очень впечатляюще, это один из лучших результатов в этой области и в стране, в городе Казань в какой-то степени сродиться, но, что касается в Москве и Генербурге, здесь результаты у нас есть в стране на очень хорошем уровне. Вот я думаю, что, безусловно, определенные проблемы для региональных отделений создают закон о рекомендах Российской Академии ДОУ. Здесь, на уровне полнообразных представителей РФ, на уровне руководства регионов были кредиты необходимой меры, и, вообще говоря, мы сохранили власти принципа организации, и, я думаю, что нужны еще определенные усилия, чтобы нам не просто потерять какие-то позиции в области научно-подавательной и инновационной комплексе. Но, наоборот, их усилий с тем, чтобы те возможности, те жесткие графики, которые будут поставлены на руку и инновационной комплексе в связи с этим доходом, они послужили на развитии и решение тех серьезных задач, которые есть у нас в регионе. Здесь возникает ряд конкретных проблем. в первую очередь это такая очень проработанная система работы этого научно-городинации в территории Сибирского федерального округа. У нас очень хорошие традиции работы с образовательным комплексом, но и проведенационным комплексом. в основном, технологическом предпятии уже говорил. Слава Богу, на территории Сибирского федерального округа вот эти предприятия появляются и, как я вам виду, они здесь на выставке представлены достаточно хорошо. Все это усиляет достаточно хорошую уверенность, что у нас есть перспективы и вот тот инновационный центр, о котором выговаривал Валерий Владимирович, будет сложным, будет развиваться и явиться тем самым мотивом, который нам построит решить многие задачи и новоцового обработки экономики в Сибирском федеральном году. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич, Ехазару, губернатор поиска полностью, и сезарей Координационного Совета на Сибирском отношении по промышленности и научно-технической политики. Уважаемые коллеги, при этом мы будем на задачу проводить, определять приоритеты стратегии с самым самым числом развития. Но, не менее, если действительно основные моменты будут перекликаться с некоторыми аспектами, которые действительно сегодня направлены, именно определить эти стратегии приоритет и стратегии. И хотелось бы отметить, что в системе приоритетов стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года промышленность занимает, пожалуй, ведущий место. Именно рост объема промышленного производства в полтора раза в ровне 2008 года, со спросовимых цен, должна обеспечить решение ряда задач базового сценария стратегии. И сегодня позиции сибирской промышленности выделяются следующим образом. В сомнении с 2008 года, базовым для планирования показаний развития в рахах стратегии Сибири, объемы отмостки товаров собственного производства фактически к ценам выросли на 30%. Сибирь, как и практически все другие, а в 2009 году, могут, безусловно, снизить темпы роста, но в дальнейшем динамика положительная. Тем не менее, из графика на слайде мы видим, что динамика роста пока не позволяет рассчитывать на преодоление о сорвании от наших промышленных разных соседей. Вместе с тем, именно промышленный выпуск оказывает серьезное влияние на формирование добавленной стоимости в литерном сибири. Из графика видно, что по сравнению с структурой добавленной стоимости и производительной в целом, сибирский мегральный область имеет существенно большую долю промышленного производства. Если сравнить с округами, на которых мы пока стоим, можно отметить, что структура экономики мы имеем или сопоставимую, или превышающую долю обрабатывающих производства. Дальше. А динамики численности занятых экономик и данных производительных трудах дают ответ на вопрос о причинах недостаточности. Как видно, на верхнем графике на протяжении последней всей веки наблюдается положительный грамот просто занятости. А вместе с тем, именно в период кризиса 2008-2009 годов мы столкнулись с оттоком трудных ресурсов. И на сегодня эта тенденция пока продолжается. Налицо одно из существенных ресурсных ограничений. Это экономический рост таких условий. Можно и нужно обеспечивать, исключительно за счет повышения производительности труда и внедрения инновационных технологий. Динамика изменений индекса производительных трудах в экономике ставлена на нижней диагнозе. Сопоставив оба этой графика, можно увидеть, что за четный период этот показатель у нас пока не изменился. То есть фактически отток рабочей силы приводит к снижению количества производительных продукций. Хотелось бы отметить, что президент страны в Майском Указе поставил перед правительством Российской Федерации задачу. В 2018 году увеличить производительность труда относительно уровня 2011 года. Полтора раз. И при этом целевую установку стратегии Сибирь предусматривает увеличение этого показателя к 2020 году в 1,8 раза в уровне 2010 года. И минусловами, нельзя на себя обязательство с большеводным приростом на 8,3%. Это даже выше, чем тем просто, который поднал президент с 7,4% в год. Таким образом, запрашивается вывод. Ключевым условием реализации приоритета стратегии Сибири является создание условий для повышения производительности труда. У нас в регионе есть положительные примеры на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Они связаны с оптимизацией структур предприятий, модернизацией оборудования. Так, за первые полугодия 2013 года на Омском моторостроительном объединении именно Баранова производительство ударов в 1,4 раза. На Омском объединении РДИШ в 1,6. На приборостроительном заводе имени Хатинского в 2,2. Контургтовское бюро транспортного машиностроения в 3,4 раза. А теперь предлагаю перейти от качественного состояния ее промышленности в качестве. Развитие современного производства напрямую связано с инвестиционными возможностями промышленности. Они, в свою очередь, складываются из разницы между корочкой от реализации продукции и объемом затрат по ее выпуску. В этом вопросе, конечно, у нас есть значительная беспропорция, возможность, которая в сфере промышленного производства выражает следующую. С одной стороны, мы имеем топливный энергетический комплекс и сырьевые производства. Они характеризуются как концентрация масштабных финансовых ресурсов и значительных экспортных спросов. С другой стороны, обрабатывающая промышленность, которая в основном ориентирована на внутренний спрос и выполнение задач в рамках гособоронзаказа. И явно этот центр сегодня проигрывает в инвестиционной привлекательности и масштабах применения современной технологии. В тех сферах промышленности, к которым государство управляет инвест, идет постепенная технологическая модернизация. Это, в первую очередь, относится к производству продуктов, строительных материалов, а также к некоторым подростям легкой промышленности. Модернизация имеет место и в тех сферах, которые стратегически значимы для страны. Инвесторам здесь, конечно же, выступает государство. И речь, прежде всего, идет об оборонно-промышленном комплексе. Есть также секторальные спросы продуктов, поддерживающихся государством, а инвесторами развития государства поступает совместно с бизнесом. Я, например, это о том, о том, о том, о том, о том, о том, что и последняя группа подростей – гражданское машиностроение. Однако, далеко не последняя в экономике, в том смысле, что именно с этим сектором связаны перспективы перехода страны, а цели его модели развития по высокой технологии. Но, к сожалению, последняя в смысле инвестиционного интереса как со стороны государства, так и со стороны частного капитала, а также низкого интереса рынка труда. Да и если говорить о скользящем продукте отечественного и отечественного машиностроения, вот это также сегодня поправит в восстающих. Хотелось бы отметить, что с 2007 года Проденционный совет по промышленной научно-технической политике, по заданию Совета ОКУ и Совета МАС исполнял мероприятия по развитию машиностроительного комплекса. Кратко их можно окорректировать как продвижение производимых высокотехнологичных продукций в корпоративных секторах. В первую очередь топливно-технический комплекс и предприятие своего переработки. Здесь мы рассчитывали на несколькие усилия, которые могут побудить потребителей покупать именно местную продукцию. В свою очередь, Роскручки позволят предприятиям сформировать внутреннюю инвестиционные ресурсы для внедрения новых разработок в запуске оборудования. В прошлом году мы подкинули тоже межрегиональные инвестиционные программы Сибирь, совышенное построение и стратегии Сибири. Она определена как один из реалитетных инструментов развития. Некоторые примеры реализации программы мы увидели сегодня и на высоте. Хотелось бы просто остановиться на основных ее результатах. В этой программе участвовало 79 предприятий из 9 регионов Сибири. Было заявлено 322 инвестиционных проекта на общую сумму 22 миллиарда рублей. Отмечу некоторые итоги программы, например, в Омской области. В нашем регионе результаты выполнения целевых тем и проектов на базе существующих элементов протокластера высокотехнологичного нашего строения. Береги в основу создания кластеров высоких технологических компонентов и систем нового качества. Его формирование и развитие – один из приоритетов подтвержденного в Евгении этого года стратегии социального экономического развития в области до 2025 года. Проект создания принципиально новых видов транспортных средств, разработанных фондовскими участниками программы с инвестиционным строением, получили общероссийское признание. И хотелось бы отметить, что здесь, завтра, состоится создание врачей группы военно-промышленной комиссии для правительства Российской Федерации по вопросам формирования комплексных программ инновационных на базе предложений сибирских предприятий. Анализ опыта международного взаимодействия в рамках сибирского вношного строения подходит в направлении деятельности Координационного совета по промышленной и нарушно-технической политике МАС. Однако, из важнейших направлений, я считаю, повышение эффекта – это от первой головной роста, которая обеспечена решением большинства проблем за счет гособаланных заказов. Он позволит сибирским предприятиям опыта не только встать на ноги, но и перейти к определенному росту. При этом запустил процесс эффективного производства производства в организации, которая не входит в реестр волонного промышленного комплекса, но является ценом цепочки кооперации. Этот промышленный путь в Сибири представлен в уличных условиях предприятий, где они входят в 12 вертикально компрегированных структур. Следующий, важный и важнейший ресурс – это кадры. На слайде, в качестве иллюстрации, вставлено структуру потребности в области рабочих и специалистов, и самый большой спрос на их труда – в обрабатывающих производствах. Такой ресурс не появится самостоятельно по себе, его нужно сформировать и переобучить. Честно скажу, отсутствие понимания у некоторых руководителей электрикальных структур необходимости договора на закрепление обязательств по долгосрочным перспективам возникших предприятий, которые находятся на нашей территории, а также воспоминания о том, какие возникли проблемы, когда эти предприятия предупреждали и наследие вызывают особую тревогу. И еще один важный момент – производственные фонды и земли, закрепленные в собственности вертикально интегрированных структур. Ее действительно, даже для решения перспективных задач в рамках программы вооружения. При этом они значительно удорожают те инвестиционные затраты на развитие, а это в свою очередь затрудняет процесс повышения производительности труда. Необходимо еще вопрос об обвлечении в инвестиционный оборот неэффективно используемых земельных участков федеральной собственности. Сегодня загрузка ряда машиносоветных предприятий, которые входят в полный, а также оборонных заводов, невысока. При этом на их балансе имеются земельные участки и производственные площади, которые не используются в процессе выпускной продукции в рамках текущего гособоронзаказа. В связи с этим полагаю, что необходим еще вопрос отчувствия в пользу регионов неиспользуемых земель и производственных помещений, которые имеют необходимое инфраструктурное обеспечение. Важно, что создавать новые производственные площади можно без существенных затрат для бюджета, только грамотно используя управленческие инструменты. Одновременно, с открытием новых производств, здесь будет решаться проблема обеспечения энергоресурсами, которые в полном объеме предприятия не используются, но находятся в резерве. Предприятие обеспечено новым инвестором передачи права пользования в рамках правовых соглашений и соответствующей инициативе, она отражена в проектах нашего решения. Также требует желание вопроса части регионов в стратегическом планировании развития системообразующих промышленных предприятий, особенно тех, которые связаны с территориями и относится к корпорациям, занятых добычной переработкой природных запасов сединия. Это позволит эффективно проводить полив ориентирование в промышленности, новое удовлетворение потребностей системообразующих компаний. При этом фактор территориального бизнеса, местам реализации их стратегических планов, превратит наш конкурентный недостаток, это удаленность от рынка сбыта, в конкурентное преимущество. Поэтому проекты решения, я считаю, что в следующий пункт, обратиться в правительство Российской Федерации, предложение урегулировать руководительные предприятия, которые включены перед системнообразующим, необходимое согласование планов перспективного развития соединения региональных властей. Я считаю, что это решение позволит нам приступить к разработке технических темпов роста крупных предприятий, как входящих в вертикально интегрированных областях, так и отдельных флаком временного машиностроения. Хотелось отметить, что как и в других регионах Сибири, в Омской области, сегодня формируется и вторая волна роста. Она основана на деятельности новых предприятий, которые реализуют идеи и проекты, распределённые в основном в метрах ОПК и научных организаций. Я объявляю и в первые институты, и вузы, и академическую полёту. Некоторые предприятия уже на 100 миллиардных оборотах унесли существенный уклад в экономику регионов, а другие пока сегодня ещё идут в процессе роста, но, тем не менее, РОС есть. Сферик объединяйте и объединяйте потребности для инвестиционных и других ресурсов, в упрощённом доступе к объектам инфраструктуры и многое другое, что можно назвать одной из факторов на одной фазы благоприятных деловых регионов. В каждом сибирском регионе формируется собственная практика поддержки этой деятельности. Это касается таких вопросов, как стимулирование спроса на производимую внешнюю продукцию, совершенствование механизмов размещения регионального заказа, предоставляющих приоритет отечественной продукции, принятие методов сокращения ресурсов потребностей предприятий, что обеспечит рост производительности труда и создание условий для повышения инвестиционных привлекательных проектов промышленного развития. При этом, для ведомственных доставлено время обобщить эти наработки и сформулировать стандарт деятельности органов и основательной власти регионов Шрега-Класс по созданию и поддержке благоприятного здорового климата, как на уровне территории, так и на межобластном уровне. В основе такого документа для создания, конечно же, положить разработки каждого из наших регионов. К примеру, ГОНСКОГО СОДОРОЖНИЕ КАРТО внедрение инвестиционного стандарта уже утверждена и реализуется. Это комплекс 17 мероприятий по созданию благоприятных условий пройдения предпринимательской деятельности. Цель дорожной карты, в том числе, и в обеспечении устойчивого экономического роста промышленности. Предлагаю решение наше заседание записать такое поручение в адрес СИСОНОГО комитета и реализовать его с привлечением к организационным советам. А разработанный стандарт рассмотреть и утвердить на том из наших следующих заседаний. Думаю, нам нужно вернуться к следующему первоначальному проекту, который обеспечивает реализацию стратегии Сибири. Сегодня на выставке мы увидим примеры новых предложений промышленного производства. Это инициатива Коммерческой области по формированию ластера тяжелого машиностроения и реализации проекта Сибирского полигона тяжелой техники. Инициатива в области, которая сформулирована в рамках новой стратегии развития региона. И комплексный поход Красноярского проекта развития космической промышленности и многие другие. И предлагаю членам региона, членам нашего сотрудничества оформить такие проекты в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации вот эти работы области чтобы включить в уточненный перечень реалитет инвестиционных проектов Сибирского федерального оборудования. И также предлагаю обратиться в правительство Российской Федерации с инкциативой о расширении упрежденных в 2010 году перечня первоочередных инвестиционных проектов с сибирским федеральным оборудованием. Возвращаясь к названному ранее майскому указу Президент Российской Федерации, точнее тезису о технологичном лидерстве Российской Федерации, который изложен в реабиле этого документа. Думаю, нет необходимости в обосновании постоянного поиска и запуска новых инновационных проектов. Именно научную исследовательскую и опытную конструкцию я бы назвал третьей волной роста. она создала подпосылки к долгосрочному технологическому лидерству в нашей стране. Для реализации этого тезиса в перечне направления региональной промышленной политики, необходимо включить деятельность, которую мы традиционно называем «поддержкой инновационного предпринимательства». Решения по одному поводу уже принимались нашим советом, но мы в основном концентрировались на создании активных элементов инфраструктуры в своеобразных точках инновационного роста. в том, что на точке роста в европе инфраструктуры необходимо усиливать государственную поддержку создания и развития инновационных комплексов классового типа, а также адресистового класса. Именно они обеспечивают создание замкнутых производственных цепочек, углубление переработки сырья и формирование новых продуктовых семейных товаров. Хотелось бы отметить, что все эти работы сложно реализовывать такие проекты. Поэтому я также предлагаю подготовить обращение в правительство Российской Федерации с пользой распространить меры поддержки, введенные постановлением именно 1886 марта 2013 года для пилотных инновационных территориальных пластеров, вписок которых весьма ограничен. На те регионы, у которых уже есть утвержденные программы развития инновационных территориальных и приоритетных отраслевых пластеров. К сожалению, фактически прекратился работа по развитию инновационных инвестиционных фондов. В прошлые годы реальность инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры для новых производств, и региональных бюджетов. Новые правила предоставления средств инвестиционного фонда на инвестиционное финансирование региональных инвестиционных фондов. Между тем, практически во всех субъектах округа принято необходимы нормативные права и базы. Проделана подготовительная работа по внедрению в практике инвестиционных фондов. Однако, средства федерального бюджета на поддержку регионов и промышленных развитий в рамках инвестиционных фондов. Поэтому, предлагаю субъекты вернуться к решению о том, чтобы с 2014 года сонсировать региональные инвестиционные фонды. Это станет стимоном для более динамичного развития региональных экономик. Кроме того, необходимо усовершенствовать систему налогового стимулирования регионов в развитии промышленных проектов. Несмотря на все усилия власти по созданию и развитию существующих производств, зачастую складывается ситуация, когда их от них приносит практически никакого эффекта. Нелегко новые промышленные фонды попадают под федеральные угодные налогообложения и в налоги расчисляются не по месту расположения а по месту регистрации собственных фондов. Таким образом, происходит ущупление интересов регионов, тех, которые занимаются когда обменить федеральные фото по налогу и полностью закрепить налоги на прибыль за регионами. Большое значение имеет только направление в наших совместных детей, как увеличение потенциала Сибирского отделения Российской Академии Наук в хозяйственную деятельность региона. На заседании, которое состоялось на Сибирском Академии Городки в апреле этого года, Компенсационный Совет направил в этом вопросе ряд предложений в адрес сибиральных органов Сибирского отделения Академии Наук и регионов Сибири членов МАЗ. Ваш адрес, уважаемые члены Совета, направлены в виде протокола заседания Компенсационного Совета и планов взаимодействия с Сибирским отделением РАН. В контексте обсуждений в текущей повестке прошу ряд предложений из этого протокола отразить в решении сегодняшнего заседания. И завершая выступление, хочу отметить, что сложившаяся практика межрегионального взаимодействия регионов Сибири по увеличению промышленности в технологическое обеспечение насущных экономических задач показала свою эффективность. И в этом смысле наша совместная работа по увеличению сибирской промышленности в производство продукции для потребностей арктической зоны также может дать ощутимые результаты роста экономики. Их приоритеты развития указаны как в стратегии развития арктической зоны Российской Федерации, так и в стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Открывает для этого самое широкое поле деятельности. В связи с этим я хочу предложить Совету Федерации, Федеральное собрание Сибири Российской Федерации провести вовсе заседания экспертного совета по аркти и антаркти и председателя Совета Федерации и рассмотреть на него вопрос в создании главного совета по сотрудничеству в арктической зоне. Ну а мы приложим еще усилий, чтобы успешить проведение такого мероприятия. Поэтому соответствующие предложения, когда решение включены, то сошел и продвижаем. Спасибо. Спасибо, Николай Иванович.